Так, для тех, кто был старой фамилии, надо было старое имя. Так, готовьтесь, потому что все ваши выступления будут идти точно. Конушева Людмила, Сергей Краснов, Карташкин Валерий, Ага, понятно, так. Серёжа Левенсон, блестящий, в чём я сейчас почти полный состав. Валерий Толочко, Благодарю вас. Федоренко Лена, Ага, замечательно. Фёдоров Викторов, присутствует Чурнёв. Василий Шембрих, здесь, так. Юфит Лёв в составе, в общего состава. Борис Матвеев, транзитом Стокгольм Ленинград. Ну всё, здесь. И ваш покорный слуга, поскольку фамилия моя кончается на последнюю букву Алтай, это Яшунска, кто не помнит. Парков Левитану и Алли Левитану за 20 лет, да, в прошлое фамилия Дорова, мы ничего не забыли, документы подтверждают, за тот труд, который они вложили в будущее, и считая себя, за что я низкий поклон, членами этого старенького клуба. И поэтому я прошу их сюда на сцену для вручения соответствующих легалей. Все остальные поклоны, реверансы, презенты будут им в первый ряд, с тем, чтобы сцену оставить для выступления членов неученного, поющего, исполняющего совета. Прошу вас сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ И с тем, чтобы все было достоверно. Имеет место два диплома. Настоящий диплом выдан Левитану Алле, в том, что она в 1979 году пришла в КСП «Меридианы», в течение 20 лет принимала активное участие в пропаганде авторских песней. Решением высшей квалификационной комиссии от 10 марта Левитану присваивается звание доктора бордоведческих наук по совокупности опубликованных материалов. Аллочка, прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ Диплом аналогичного содержания вручается Марку Левитану, потому что, естественно, как это могло быть иначе. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу вас. Ученый совет, я думаю, утвердился. Это цветы, пожалуйста, прямо к надам соискатов, достойных этого университета. Впервые вообще в бордоведческом деле присваивается такое звание. АПЛОДИСМЕНТЫ И теперь я прошу согласно тому перечню не оппонентов, а членов неученого совета приступить к своим обязанностям. Поскольку мы говорили, что все будет сохранено в стиле, Сережа Алексеев, я прошу вас. Да, ты, конечно, не астка какая, а честно 20 лет. Но все равно. Я половину не понял, с того, что она говорила умными словами. Но какой-то проблеск у меня в мысли получился. Получился, я вспомнил, независимо от того, что у меня образование вообще никакого нет, что вот эта фломблеровка по совокупности по латыни называется Гонорис Кауза. И вот когда меня спрашивают, кто он по профессии, а естественно, ну, все, ну, ты знаешь, у всех бардовцев, обязательно, что он должен быть каким-нибудь там доктором наук, чтобы им еще больше восхитились. Вот, доктор наук, а еще пяти пишется. И неудобно, как ты говоришь, что слесарь, понимаешь? И я обычно, когда меня спрашивали, кто он по профессии, я отвечал, слесарь, я нарую сказал. Поскольку ПТУ я тоже не заканчивал. А по сути-то я, конечно, второгодник. Я второгодник. Все начинаю сначала. Снова сентября. Тот же класс, только парта другая. Имя мое, как всегда, в верхней строчке журнала. Те же задачи я так же лениво решаю. Правда, другая соседка по маленькой парте. То тянет руку, то юбочку тянет к коленям. Но неизменный пейзаж на контурной карте. Ах, как нам хочется верить, что все будет лучше. Шире окно, интереснее кино, больше денег. Только опять на уроке что-то послушал. И не успеет заглянуть до урока в учебник. Снова в партфеле моем, муча разного хлама. Снова звонок, но урок неприятный и резкий. Только не вызовут школу отца или маму. Так далеко не доходят земные повестки. Снова на пальцах темнеют, че универные пятна. Да, в этот год ни умнее я не стал, ни привежней. Я в дороге немногое стало понятно. Столько, сколько не я сам остался, как прежде. Пока что против нас и естел, и погода. Но не пройдет и года. Замкнется этот круг, вернется что-нибудь. Тюрьма или свобода. Оставим за спиной последний, а вдруг. Не обеет ли страна тихо и лениво. Это либо временно, либо справедливо. Это либо временно, либо справедливо. Увы, пройдет за путь такой монументальный, Летальный или фатальный финал не за горой. А это крылья так, вопрос сакраментальный. И нечего говорить, мозги такой мой. Курчик. 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 Баришки-барь без конца и тяжесть детской щеки В тёплых ладонях отца белая горечь берёт, Сит свое полотно, дождь из сиреневых звёзд Ветер забросил в окно, не провожай поезда И не влетим во след, поезда этого ждать может быть тысяч... Простуженный? Да, и простуженный, и заслуженный. Значит, предварительно позвонил юбилярам с тем, чтобы узнать, какие слова-то говорите. И, соответственно, мне были сказаны те слова, которые я должен говорить. Вот, сейчас я их скажу, там под гитару. Значит, был сделан заказ спеть что-то из быстрейского. Соответственно, подумав над этим заказом, я решил несколько расширить это дело. И в качестве презента я, значит, Али и Марку даю практически полное собрание сочинений Саши Быстрицкого. Вот на этих трёх кассетах. Здесь порядка сотни песен его. Значит, чуть меньше 90. Это то, что поёт он сам. Вот, и там штук 5-6 его песен, которые он, видимо, не знает, и которые пою я. Дело в том, что песни, которые я сейчас буду предоставлять, они, в общем, звучали всего два раза. В пяти и вообще в России, потому что, значит, в первый раз они звучали у Валерии Толочко в кафе, а второй раз, значит, на одном из вечеров Первого медицинского института, который я ещё посвящен. Значит, песня про диету. Сегодня не пройдёт здесь штука эта, Инстинкты не ведут на поводу. Сегодня началась моя диета, Не ем всё, что лежит не на виду. В намерениях своих я укрепилась, Почистив холодильник весь до тла, И всё, что там за месяц накопилось, Подальше от соблазнов сожрала, Но от друзей, знакомых, нету спаса. Кругом живёт жвачные скоты, Я продержалась днём четыре часа, И хавала потом до темноты, Купила диетического корму, Калорий в нём, поверьте, нифига, Но раз съедаю месячную норму, Закусывая фунтом пирога, До ручки доведёт диета эта. Мне снится по ночам, как страшный сон, Сжираю всю отраву из пакета, И вместе с ней обычный рацион. Неда меня преследует повсюду, Но выход есть единственный один, Когда я в двери пролезать не буду, То не смогу пойти и в магазин. Ужасно диетическая драма, Всех надо диетологов стрелять, Всё в раке, не худею я, не грамма, А мучаюсь от голода, как клят. Все говорят, что води маловато, Но не могу же я не жрать одна. Уеду в Эфиопию, ребята, Там на месте целая страна, Уеду в Эфиопию, ребята, Там на месте целая страна, Дорога бьётся по горам, Горячий солнце светит там, В глаза ручья метут. Веду свой грухарит с утра машин, Жуткая жара, Жарит от неё возьмёт. Горячий леет сухарей, Со мной напорник Хаимбей, Он дышит тяжёлым. Мы пили водку, Но нам не стало холодней, Совсем не помогало. А КМБ, четёрка к лесу, Дёргал старики поли, Он теперь всё знал, такой. Добавил самогон, кумысь, Налил немножко антиферит, Немножко тормозной. Когда я выпил тот кумыц, я позабыл, что я книги, и гиде мой бомраданой. Третьянула за ног мой вверх и низ, но не поверил в свежий перец, не отступился с зеной. Ах, как умеет он меня как брат, хотя глаза его кашлят, ведь может он не влюбит. Сказал, что много лет назад и мы с городом Ленинград, придется здесь зное перепарам, лучший человек. Для святого таблетки ХМВ, он мучает даже и не берет, но здесь все же как родной. Он сунул и бурил в свином, потом потом в саду, как бурил предмогной. Себя облил на петок сей, и сразу стало веселей, и жизнь стала хороша. Мне считала ножа уплевать, а вы шучу препарат, да? Записим, как она шаг. Кеплял в дорогах и рузове, однако ехал на передмит, пока упал в туалет. Себя не помнить в тех порах, зато не чувствовал и жара, уже который летит. Не видел ХМВ, с тех пор, наверное, скинулся в середине рекой, на ему ежедневой. А потом поеду в Ленинград, на иду, ученый этот гад, Скорее меню обоим перепарат, разыбавив тормозной, Чтоб не страдала сной, ни тот, ни другой, Конченый песен мой. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, имел место быть в клубе и имеет место быть в клубе в Куче. Николай Федорович, прошу его приветствовать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это прародитель всего фона, архи... В общем, я не знаю, тут надо из этих двух сделать одну большую шапку и одеть Николай Федоровичу и Аня рядом с Серёжей. Это будет достойно. Следующий сам приемная парень. Там Саша Рабинова, Павел Леонидов. В общем, это отдельный клад. И вот занять очередь туда, это вот, по-моему, сейчас равно сильно тому, что записаться в Мишке Кроженовскую, это надо, может, здесь забрасывать, это очень большой крещер. Сейчас, по-моему, эту квартиру тоже встать. Вот в очередь можно. Вот скоро так, авторы наши, так сказать, новое молодое поколение. Следующий двадцатик. Вам ничего не делать, вам придется заготовить. Пусть и всё, вы готовы? Пожалуйста, эту... А вот я это у микрофона, чего он в такой работе? ¿В admitи не делаете? Ничего подобного. Ничего подобного. Не все не дождуйтесь. Ничего подобного. Добрый вечер, я непрофессиональный исполнитель прошедшего. Последний раз, наверное, был здесь лет 15 назад. За это время, наверное, появилась масса хороших писем, но что-то глядя на эти старые лица, немножко постаревшие, да более знакомые и дорогие, хочется спеть что-нибудь то, что пелось тогда. ПЕСНЯ 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 авторскую печи пропагандирует, выйдя отсюда, не как я с тобой. Это первый маляр, который собрал первый состав кранов. А первый состав кранов и первый состав. Николай Простовов пришел в цель? Да. Он в этом составе. Он в этом составе. А, исторически было бы так. Нет, исторически было бы так. Это исторически другое. Да. Не надо. На грушечке ездил партнерку. На доту? А, доту. Значит, и вот эта мастерская палитра, она теперь пусть сами меняется. Знаете, как хотите? Хорошо. Поговорим. Да. Но мы занимаем время как бы двух выходящих выступающих, да? То есть вот это вот эмбриональное как бы состояние ансамбля красок. Мы начинали как раз в том самом 1976 году петь серийные вдвоем. Отсюда и вырос ансамбль краски. Буквально через два года он выступал на Грушинском. Я сегодня, вот мы сначала вспомним то, что было двадцать лет назад. А потом покажем то, что у нас сегодня. Потому что они существуют, да? Что стало через двадцать лет. Кстати, большинство участников вот этого нового состава как раз двадцать лет. Вот тогда они и родились. Да. А теперь вот мы попытались вспомнить, что же мы двадцать лет назад тогда изучили новенького. И тогда у нас в репертуар вошла одна старенькая песня, которая к тому моменту была двадцать лет. А сколько раз цифра двадцать, да? Вот. Я с детства люблю лабиринты метро, И четкость внимательных справа. Идешь себе слева, И на попорах стоишь с чемоданами справа. И мне так спокойно не движется мне, Здесь ясно, прохладно и тихо. А если случится, что выхода нет, То рядом окажется выход. А выйду наверх, и подхватят меня Сомнений и бой с тихой. Где место мое, не могу я понять, Где вход для меня, а где выход. Какие страницы мне будут среди, Какие встречать мне рассветы, Какие меня поджидают пути, Никто мне не скажет об этом. Иду на приютах поет мне, Как будто написано справа, Что счастье поет ждет меня, А ради направо в пекре. И у нас приютах поет мне, Встречаю препятствия лиха. А если случится, что выхода нет, То я отыщу этот выход. ПЕСНЯ 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 Так, энергетически, как мне уже тяжело стало, вот эту же песню. И еще мне вспомнилась одна такая история. У нас дурная память, современная фамилия. Вот сейчас мы опять в этом убедились, вижу знакомые лица, и оказывается опять забыл, как человека зовут. Когда-то я от этой напасти придумал, ну, себе такой вот внутренний способ избавиться. Я, соединяя имя и фамилию, придумывал какой-нибудь образ. И вот его запоминал, а потом от него можно было это дело раскрутить. Они не знают об этом, это я сегодня впервые открываю это дело. Ну вот, но фамилия тоже достаточно распространенная, и можно спутать с какой-нибудь другой подобной. Поэтому тут мне пришлось еще. Я долго думал, как бы здесь опять же не забыть фамилию Левитана, понял, что это лев и танцующий лев. Вот я вам предлагаю героргический символ. Вот если мне предложили, скажем, написать такое дело, то ваш семейный героргический символ – это танцующий в маковом поле лев. Именно поэтому... Ну да, нет. А? Да. А что это? А, да. Да, действительно, мы пытались найти красный мак, но вот нашли только вот такую штучку, которую, впрочем, можно использовать как маракас. В свое время наши вот этот дуэт ассоциировали главным образом с детскими песенками. Вот такая детская песенка про льва. ПЕСНЯ Считался лев царем зверей, но это было встань. Не любит в наши дни царей, и лев уже не царь. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и лев уже не царь. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. И кружит, и кружит последний троллейбус По воленому кругу ночного кольца. И ты не рабеешь, и я не колеблюсь Кружить и кружить по нему без конца Завьется, завьется веревочкой горе Зарьется печаль золотой волной И утро придет непременно другое И в полдень, и в ближний вечер Смотрите, в окошко вдруг вам удастся Заметит примету с наметом на плюс Дом номер тринадцать и корпус тринадцать А вот вам и тройка семерка и плюс И горит садово-колесные звезды Привет! И гимон, когда там ходил И падают, падают, падают звезды Конечно, на счастье, конечно, на гостью Поряйте, полнуйте, горайте на будущее Ищите, ищите к золотому лорцу Все будет не так и, конечно, не лучше Чем мягкий полет по ночному кольцу Последние дни ролейбус Наивный корабль Великой гитарой попутный привет И губы, любимые, с привкусом яблок И просьба о счастье, которого нет Великой гитарой попутный привет Играет музыка 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 ... Аплодисменты. 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 Нет, это я ее вообще первый раз слышу, что второе висит, да? Я расслежу. Ну, так ты серьезно теперь сказал, да? Нет, я шло, но я вчера, что это все, пока у меня. Нет, а видишь, на камеру легче снимать, чем на фото. Перегнал и все, все заботы. А то сегодня он Федорова искал негативы, в первого года, как он появился. Что говорил, он снимал. Ну, он просил. Ну, и полдень еще печатал. Кто живет рядом? Я не слышу? Нет, я понимаю. Светикой надо поговорить, может, все это... Нет, он не успевает, поэтому он поднял этот вопрос. Нет, у него машина. Дорогие юбилееры! 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 Ну, ничего. Нам не связано все это дело, потому что глава наблюдатель Заборжев, генерал Аркадий Краморов, выходец из клуба «Меридиальный», если чего, нам поможет. Так что, опять же, значит, да, продолжаем в наших праздниках. Еще одна маленькая деталь, прибывшая совсем недавно, в январе, выполнена в Петербурге, в очень маленьком пространстве территориальном, называется, квартира Левитанов. Ну, поскольку в этой квартире находится наш замечательный человек Леня Нирман, вот вы его и, так сказать, из дальних стран Парижа и прочих дел, с общей банкой и вы тут. Так что, заграничные дела, наверное, осталось бы так. Это вам из Парижа, там, из Израиля, там, я не знаю, еще откуда. Так. Бухгалай, да. Ага. Сережа Лицов. Братья Лукова. Спасибо, Малоросский. Здравствуйте. Я долгое время работал педагогом, и таким своеобразным педагогом я организовал клуб «Ушу», называется «Пять стихий», и он существует уже тоже 11 лет. И за это время там даже немножечко занимался сын Алла и Марка, в этом клубе моего возника. И отбор в этот клуб ввелся очень просто. Люди, которые не только занимаются «Ушу», но любят ездить в лес, и самое главное, любят и вживают в авторскую песню. Без этого, как бы, присутствие и занятие в клубе были невозможны. Я пришел в клуб «Меритян» в 1975 году, и всегда любя подпевать от Володи Кузнецова, с удовольствием всегда ездил в лес с группой Олега Силантьева, Папунта. И, тем не менее, пел песни в основном те, которые пелись, не рекомендованные к распеванию светские романсы, на стихе Иосифа Бродского, песни Галича, в то время, поэтому я пел в основном на листьях. Когда мы не стали лучше или старше, мы говорим слова свои, как прежде, и наши пиджаки темны все так же, и нас не любят женщины все те же. Но мы опять играем временами в пустых амфитеатрах, одиночеств, все те же фонари горят над нами, как восклицательные знаки ночи. Живем в прошедшем, словно настоящим, на будущее время не похожим. Опять не спим, не забываем спящих, и снова дело делаем все то же. Опять не спим, не забываем спящих, и снова дело делаем все то же. Хранить по юмору юношей веселых в ночных круговоротах тьмы и света, Великими для славы и позора, и добрыми для суетности веков. Великими для славы и позора, и добрыми для суетности веков. Да мы не стали лучше или старше, мы говорим слова свои, как прежде, и наши пиджаки темны все так же, и нас не любят женщины все те же. И наши пиджаки темны все так же, и нас не любят женщины все те же. Ах, какая пропажа, пропала зима, но не гнаться ж сани на север. Умирают снега, воды сходят с ума, я при своей песне посеял. Но да что до меня это мне не дано, не дари мне ни осень, ни лето. Подари мне февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Полоса по лесам золотая легла, ветер двери скребет, как продяга. Я тихонечко сяду, украя стола, никому ни в надежду, ни в тягость. Все глядят на тебя, я гляжу на дно, как вдали проплывает корветом. Мой веселый февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Мой веселый февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. А как мало я сделал на этой земле, не крещен, не учен, не натружен. Не похож на грозу, не подобен в скале, только детям, да матери нужен. Ну так что же вы все про кино, про кино, жизнь не кончена, песня не спета. Вот вам, братцы, февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Вот вам, братцы, февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Поклянусь хоть на Библии, хоть на кресте, что родился не за пустяками. Толь писать не Христа на суровом холсте, толь волшебный отыскивать камень. Дорогие мои, невиновно вино, на огонь не наложено вето. А виновен февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. А виновен февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И изяшество тех же обитателей, вот они следить. И поэтому мы имеем замечательных историков авторской песни. Она то поднимается, то бывают другие периоды, конечно, как мы все знаем. Но, однако, история пишется. И она остается, и она останется в жизни именно вашим трудом, вашим умом, вашими светлыми душами. Это ваша творческая работа. Она, конечно, мне она не совсем понятна. Мне бы вы действительно не хотели. При всей любви к авторской песне это нужно быть такими дотошными, такими влюбленными, такими, ну, копателем, я бы сказал, что ли. Вот, чтобы оценить каждое слово, каждую мысль, оценить автора. И оценить очень глубоко, потому что я знаю ваш критический подход. Очень глубокий и тонкий критический подход, который очень хорошо сортирует в песне тоже. Уважая, конечно, автора. Поэтому, ребята, продолжайте творить. Без вашего творчества не вышли бы замечательные книги, которым, к счастью, приходилось. Я не прикоснулся, это книжка Кляшкина, это книжка Вихарева, это, конечно, в костах микрофону, это, конечно, книжка Генкина и многие другие работы, на которых вы сейчас работаете, продолжаете работать и, конечно, будете продолжать работать. Счастья вам, радости и успеху. Друзья, друзья, когда чествуют детей, конечно, надо помнить о их родителях. Алина Михайловна Николаевна Федоровича, это ваши воспитанники, это вы корни, вот они уже, так сказать, порочи, вот. Поэтому, разрешите вас пожрать. Зорик, ты не убегаешь? Убегать не будешь? Поскольку я в школу пришел, что не сезон, а с маршалом только сезон, то я для них, наверное, являюсь таким вот столбом, на котором, собственно, все ли стоит. Слова ненужные, глупые, Они все водят нас вокруг, Сквозь недоверие шипы Мы приближаемся друг к другу Одежду в клочья, сердца в кровь А те шипы мы разогнали, Что не дается нам любовь Все не дается нам любовь В своем неведомом начале Слова ненужные Мы мучились их бояться По их неверным голосам Нам друг за другом не добраться И все же с тобой вновь И все же с тобой вновь В своем прекрасном продолжение Слова ненужные Зарвали кровь А то мы к ней Не обосдавли Не только это, но очень нужно в вашей работе Это чистые косетки Слова ненужные Так и было У нас вышла такая косетка наконец-то Сторники на идеале Вот эти сорняки, которые были названы много-много-много лет назад Они продолжаются Имеют длительные И вот сорняк первый Вот такая косетка И в остальные Я их не буду бросать Это очень удобное место Спасибо большое Здесь медалька, которую я хочу получить Ленинград Ленинград Она была изготовлена На двадцатилетие клуба Ленинград Год вашего пришествия Да Она пролежала ровно два Тут написано Ленинград Ленинград И мы ничего не стали на ней писать Там есть место для ленинград Поскольку эта пара Все начинает с чистого листа Значит, вам не дать с чистым листом Двадцать АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, и как «Связь времену» Сейчас прозвучат песни На стихи Анны Ильиничной А музыка моя Молодого Не расплачивая ли я А вы лом Лучше молча Посетим у огня Перелистывая Жизненный дом Где страницы Противяты И не меня Вот ведь только Противные дожди Все пытаются За разлуку Величь Ты упавшую звезду Подожди Загадай нам радость Будущих встреч Слышишь, Шурах Облетает Светлана Согрепая Деньги В смерти Своей Но Пробьет Из-под снега Трава И Отстает Сердца Песень Моей От Пальни Белые Слыши Будут Сталкиваться К сону Моям А пока Что Посидим Очень Очень Хорошо С тобой Вдвоем У Огоня Не Расскажи В меня А был он Лучше Молча Посидим Огоня Перелисовая Жизненный Тон Где Страницы Про Тебя И Меня Аплодисменты Одну песенку, если можно, она очень коротенькая, но вот мне что приятно, что вот пара песенок, перед нами, вот не один человек занимается этим делом, а именно пара, муж и жена. И я так думаю, вот наша песня Владовская, наверное, родила между вами такую сильную любовь, которая подкрепляется вот, наверное, всеми людьми и чувствами тех людей, которые пришли всегда ради вас сегодня. Поэтому хочется песню для вас спеть именно про любовь, на стихи Ивана Трофеева. ПЕСНЯ Не стыдясь уже который год На милость, снега и дождей Под грустным небоскалом Так много воружено людей Без лиц и без имен Без лиц и без имен Я еле задерживаю дрожь Когда из тема на ты Как будто сон, приходит дождь А в нем приходишь ты Я открываю окна в сон Из-за радости назову Твой голос в сон, не голосу Я так тебя люблю Я так тебя люблю На тонких ниточках дождя Подвешен небосвод Он горько поначает Чет не стыдясь уже который год Я открываю окна в сон Из-за жадностью назову Твой голос в стопне голосом Я так тебя люблю Я так тебя люблю Я так тебя люблю Ну что, он не читал ничего А вот мне, например, вы только помогли вообще Ведь все-таки слово это главное То, чем мы занимаемся Ведь оно только напечатанное Будет жить, не искажаться, не пристревать А ведь мы свои все песни раньше Только передавали из уст в стадо Сборники свои так писали, только описано И не мечтали о том, что вот сейчас я Когда надо что-то открываешь Сборники, которые тебе И сразу видишь первоисточник Вот, а это вы За это спасибо Причем часто, когда вот где-нибудь Ребята услышат, поешь Ну, действительно, ошибешься с искажениями Очень доброжелательно всегда Подскажут, как, кто И за это спасибо Ну и что-нибудь споют Безскажения? Ну, да, они прощили бережно относиться Я стараюсь, всегда внимательно смотрю Разрешить вам напомнить о себе О своей незамечательной судьбе